Друзья мои, добрый день, здравствуйте, сегодня 14 сентября, блогер из Перми, сотрудник КГБ, опальный Бессонов Алексей Борисович. Ну вот сегодня пришла информация, что арестовали игрок Гозмана, очередной раз, по-моему, раз в пятый уже дают, по 15 суток, сегодня повез не в суд, ну, аналогично так, как же с Яшиной, да, Яшину тоже арестовали на 15, за административное порушение собрали материал, потом предъявили обвинение по статье. Я думаю, что Гозману так же предъявят за дискредитацию армии, ну, я что хочу сказать, к сожалению, но либералы, в том числе, Леонид, они виноваты в том, что вытворял Чубайс в 90-е годы, кстати, Гозман работал у него там консультантом, там, если его судить, то судить на законных основаниях за 90-е годы, да, за развал всех государственных институтов, а именно команда Чубайса, за приватизацию, которая была признана геноцидом, в соответствии, комиссия по отрешению Ельцина в 99-м году работала, а геноцид не попадает под сроком давности, более того, есть формы соучастия, если они могут привлечь к ответственности Ельцина, главу исполнительной власти, то есть формы соучастия, пособничество, подстрекательство, соучастие, и Чубайса, эта команда не попадает под эти статьи, там нет иммунитета, там привлечение на законных основаниях, вот за это их надо судить, за развал, полный развал экономики, обнищание населения, там, но судить за взгляды, за позицию, ну это большой-большой вопрос, почему, потому что, ну, к сожалению, нельзя повторять судьбу ЦК КПСС времен Суслова, да, когда всех несогласных под одну гребенку, в 84-м году дошли до того, что уже даже группу молодых марксистов, вот там, Горлицкого осудили, ну там подвели их под амнистию, что так уж совсем, потому что, даже те, кто высказывал мнение, не согласны с мнением ЦК КПСС, то, что марксизм другой должен быть, их тоже сажали, и так далее, поэтому, ну, Гозмун, вот так, одна из ключевых фигур, касается замены, был советником Чубайса, уже за это он должен нести уголовную ответственность на законных основаниях, ну а по политическим мотивам, с политиками, оппонентами нужно дискутировать, да, но я не думаю, что после катастрофы 90-х годов ими есть, что сказать обществу, да, даже Чубайс сознался, что, он говорит, приатизацию, мы не проводили приатизацию, мы боролись с коммунизмом, то есть, приатизация не была, с его точки зрения, актом экономическим, это была борьба, черт не знает что было, даже по тем законам, которые указаны, не сдавал Ельцин, там все было незаконно, это был просто хаос полный, такие дела, спасибо, Ваш Бессон Алексеевич.